Здравствуйте, уважаемые друзья! Уважаемые телезрители, я, готовясь к этой передаче, думал, что же самое важное, о чем надо говорить с людьми. То ли надо продолжать говорить о развивающейся, то ли антикоррупционной, то ли межклановой кампании в борьбе. То ли надо говорить о транспортном коллапсе, который случился не только в Москве, в других крупных городах, но уже на трассах. На трассе Москва-Петербург пробки достигали 200 километров и более. Я вот так пытался выстроить какие-то приоритеты. Была еще одна тема. Я принимал участие в юбилейном заседании Совета по внешней оборонной политике. Там был министр иностранных дел, выступал, ему задавали вопросы. Я, как человек, который не привык задавать вопросы, типа, обратите на меня внимание, я вот тоже хочу что-то сказать или задать комплементарный вопрос. Я старался все эти 20 лет в этом не участвовать, но тут я использовал эту возможность для того, чтобы напомнить министру иностранных дел о наших инженерах и техниках в Ливии, которые, в общем-то, ни в чем не виновны. Они не военные преступники, они не принимали участие в боевых действиях. Они что-то делали, ремонтировали, то ли нефтяное оборудование, то ли даже военную технику, но они гражданское население или гражданские иностранные советники, помощники. Их осудили, но по жизни, на 10 лет и так далее. И я напомню, когда официальному представителю МИДа на пресс-конференции задали в очередной раз, спустя полгода уже после этих событий, вопрос, а что же с нашими в Ливии, вот этот официальный представитель МИДа ответил, что актуализированной информацией не обладают. Я вот все это напомнил нашему министру о странах дел, он дал какой-то свой ответ на этот вопрос. Ну, ответ, с моей точки зрения, не вполне удовлетворительный, но, тем не менее, я это описал в литературной газете. Тоже важная тема. И вот я думал, как проранжировать, о чем говорить. И тут, к сожалению, вот я наткнулся на информацию о вчерашнем мероприятии, ну, с участием нашего президента, где он довольно много рассуждал на разные темы. И вот тема, о которой я буду говорить, она, может быть, покажется более мелкой, но она, мне кажется, исчерпывающе характеризует суть ситуации. О чем речь? Вот президент пустился в рассуждение о том, что, в общем-то, многие нормы, правила СНИПы устарели. Нужны более современные. А что такое более современные? Речь вот, скажем, о детских садиках, которые вот сейчас строятся. Вот вы думаете, с фразой типа, мы там собираем чуть ли не по нитке деньги на строительство детских садов, а я сразу ставлю вопрос, а почему же мы собираем чуть ли не по нитке деньги? Миллионы или сотни миллионов рублей на строительство детских садов, если одна только так называемая ошибка при планировании федерального бюджета за 2011 год составила 2,5 триллиона рублей. Это те деньги, которые не были распланированы как доходы и расходы за счет искусственного занижения прогнозируемой цены на нефть. Но главное, что они не были включены дальше в интенсивное развитие экономики, когда стало ясно, что и деньги реально есть. Они были потрачены на вложение в какую-то российско-китайскую корпорацию, консорцию, которая дальше будет приватизироваться. И почти половина, больше триллиона рублей, триллион стопов, были отправлены в резервный фонд. Значит, напомню, в резервный фонд отправляются сейчас деньги под 0,8% годовых. Мы получаем 0,8% годовых. А тут же у нас же бюджет абсурдный, шизофренический. И у нас излишки денег, и одновременно как будто дефицит мы берем в долг. Примерно такую же сумму, около триллиона в этом году. Мы заняли уже под 6, в том году, под 6-7% годовых. То есть где-то порядка 6% чисто спекулятивная разница, которую мы дарим американскому дяде на его оборонку, или точнее на его не оборонительную, а наступательную мощь. Это легко посчитать. Там порядка 6% даже от одного только вот этого триллиона излишка направленного. Не говоря уже о всей сумме. И при этом мы как будто по нитке собираем деньги на строительство детских садов. И вот дальше о чем говорят наши высочайшие, мудрейшие власти. Они говорят, что нормы устарели, что нормы неправильные. И вот смотрите, они говорят так, что при строительстве детских садиков мы вынуждены закладывать деньги на отдельные боксы, на случай, если ребенок заболеет, а это большие деньги, это дорого, это неправильно. Типа это несовременно. Вот вы вдумайтесь, о чем идет речь, особенно люди, имеющие детей. Или планирующие иметь детей. У советской власти было много недостатков. Мы пытались ее как-то преобразовать, сделать более эффективной. Представим себе, что она была жестокой. Она была до того жестокой, возьмусь в последние времена, что в каждом детском садике должен был быть изолированный бокс для того, чтобы ребенка, который заболел, можно было немедленно отделить от всех остальных. И взрослые, может быть, особенно те, у кого детей нет, или у кого дети выросли, уже забыли, естественно, могут забыть о том, что речь не о насморке банальном, не о чихании, не о кашле, а есть детские инфекции, корь, скарлатина, есть опасные болезни. И если мы цивилизованное сообщество, мы должны о чем думать? О том, чтобы, с одной стороны, воспитывать детей в коллективе, а с другой стороны, обезопасить детей, чтобы, если возникает инфекция, особенно опасная детская инфекция, сфинка и так далее, инфекция, от которой дети умирают, что первое, что гарантированно должно быть, это бокс, в котором можно ребенка изолировать, чтобы остальных защитить. И вот смотрите, на полном серьезе нам сейчас говорится, что эти нормы, правила СНИПы, требовавшие вот этого отдельного бокса, они типа устарели. Понимаете, почему я выбрал этот пример? Потому что все прочие темы, глобальные обороноспособности, о реиндустриализации, о борьбе с коррупцией, они на самом деле более сложные. Они концептуально имеют больше разных вариантов верных решений. А тема с детскими садиками, боксами для изоляции ребенка и представлениями наших властей о том, как это должно быть, она настолько очевидна и столь зримо демонстрирует беспомощность нервоззренческую, абсолютное какое-то живодерство вот этих наших властей, для которых, с одной стороны, дарить деньги американскому дяде, это как бы автоматом, это нормально, дарить, ну, в общем-то, на самом деле, порядка 500 миллиардов рублей мы тратим сейчас только на обслуживание вот этого долга в год. А сотни миллионов рублей на строительство детских садиков, оказывается, мы соскребаем с миру по нитке, и вот оказывается, старые советские нормы и правила, обеспечивавшие санитарно-эпидемиологическую защиту детей, оказывается, они несовременные, и оказывается, нужно от этого отказаться. Вот это вот, как наши власти говорят, как наш президент говорит, несовременность этих норм, устарелость норм, оказывается, заключается не в том, что они не предусматривают какие-то дополнительные условия для развития детей, а оказывается, всего лишь в том, что они слишком затратные для нашей живодерской власти и соответствующих живодерских планов этой власти. Понимаете, вот при осознании масштаба этого падения, ну что тут обсуждать про борьбу с коррупцией, про обороноспособность, это значит, к таким сложным вопросам, как обороноспособность, как какие-то спецоперации, спецслужб, которые любой государство должно проводить, как вовне, так и внутри, это же вообще не сопоставим более сложные вещи. Как их вообще обсуждать, принято к власти с таким мировоззрением, с таким мировосприятием. Вот я с этим обращусь к теме чуть другой еще. Мне вчера, сегодня у нас пятница, когда мы записываем эту передачу, в четверг вечером была передача «Поединок» на российском телеканале, мне там довелось выступать в качестве эксперта. Жанр такой специфический, не разгуляешься, всего три минуты где-то там на эксперта. Но мне казалось, что важно попытаться хоть что-то донести в рамках даже этих трех минут до аудитории всего российского главного государственного телеканала. Поэтому я согласился принять участие. Я планировал говорить о другом, я планировал проявить какие-то цифры, факты, рассказать об этом насосе, который выкачивает наши ресурсы, в противовес фанфарам, которые постоянно звучат на российском телевидении, что вот мы там не снизили социальных обязательств и так далее, и так далее. Но передача пошла так, что мне пришлось опланировать, сменить по ходу план и опланировать как минимум двум важным тезисам. Один важный тезис, который выскал ведущий Владимир Соловьев. Мне кажется, на этом очень важно заострить внимание, потому что начиная передачу, о передаче выступал представитель левых сил, представитель правых сил. И Соловьев сказал, что у нас есть путь, который предлагают либералы. Правый путь, европейский путь, и путь, который предлагают левые, азиатский путь. Вот слово имеет значение. Дело в том, что у нас так уж привычно, что все хорошее, это типа европейское. Евроремонтик. Евроремонтик – это значит недорогой, но хороший ремонтик. Аккуратненький, чистенький ремонтик. А азиатская, азиатчина – это у нас что-то вот… Восприятие обычного человека – это нехорошее. То есть, смотрите как, аккуратно. Вот ведущий сразу все растолкнулся. Какая дискуссия, все же ясно. Вот европейский путь, вот азиатский. Народ выбирай, да? И, конечно, мне пришлось обратить внимание на то, что мы-то сейчас находимся в таком колоссальном провале с точки зрения экономической и социальной политики. Наше государство, несмотря на продекларирование в Конституции, что оно социальное, настолько на самом деле антисоциальное. Я привел пример, начал с детских садиков, понимаете. Это какая должна быть антисоциальная сущность власти, чтобы она, имея такие сверхдоходы, которые просто не знают, куда деть, и нашим потенциальным противникам просто раздает на развитие его оборона, наступления способности, чтобы она экономила на боксах в детских садиках. Так вот, в этом смысле современное западное государство, европейское государство, причем не только скандинавские, социалистические, там, Норвегия, Швеция, но и Франция, и Германия, то есть практически любое европейское современное государство несопоставимо более социально, нежели современное наше. В этом смысле, вот тема передачи была «Левый поворот». Левый поворот для нас – это не путь в Азию. Или если путь в Азию, то в ту часть Азии, которая демонстрирует, что она сумела принять на вооружение лучшие достижения современной мировой цивилизации. Это путь к японскому развитию, это путь к китайскому развитию, хотя Китай не настолько еще с точки зрения социальной политики. То есть сегодня социальный путь, я не говорю «Левый», вот социальный путь, путь принятия на себя, что общественный интерес, я даже не говорю «общественный интерес выше личного», общественный интерес выше интереса капиталиста «получить сверхприбыль» – это безусловная аксиома для всего современного интенсивно развивающегося или развитого мира. То есть социальный путь – это путь, безусловно, в том числе и европейский, западный, в лучшем понимании этого слова. Вот на это мне важно было обратить внимание сегодня, и на это я обращаю внимание, пользуясь случаем здесь. И второе очень важное, вот если вы обратили внимание, некоторое время назад по нашим средствам массовый формат, через интернет и даже через некоторые телешоу на центральных каналах, стали раскручивать такую интересную идею, что вообще-то Россия-то оккупирована. Россия оккупирована, все очень тяжело и плохо, и вообще что удивляться? Вот все, что происходит, не надо этому удивляться, все, что делает власть, а что тут удивляться? Ну, страна же оккупирована. Но оккупирована в том смысле, что власть находится в узком коридоре, она для нас, родных, старается, но ничего сделать не может, потому что руки связаны. И вроде как это подается так, что один добрый царь, он единственный, кто борется против оккупации, против представителей оккупанта, бояр, и как-то, в общем, так получается, что никто не виноват, что мы оккупированы оккупированы кем-то когда-то давно, кто страну сдал оккупантам за давностью лет, уже как-то, как будто забыли, как будто этого и нет, вот, а вроде как, не как получается, что что не сделает власть, оно все хорошо, потому что, либо хорошо, потому что получилось действительно неплохо, или не так плохо, как могло бы, или хорошо, потому что, конечно, да, мы понимаем, плохо, неправильно, но руки-то связаны, они делают все, что могут, поэтому все равно хорошо. С этим выступает, самое любопытное, с этим выступают не какие-то отдельные, там, удаленные от власти, даже, может быть, провокаторы, да, а с этим выступают на полном серьезе, публично, не последние представители правящей же партии. Такой парадокс. Страна страшно, ужасно оккупирована, оккупант не дает власти даже, вот, пикнуть, но разрешает виднейшим представителям правящей партии нам всем об этом подробно говорить, о том, что страна оккупирована, все ужасно и как жесток оккупационный режим. Вот при первом прослушании эта песня, как будто искренней и нацеленной борьбы с оккупантами, а при последующих понимаешь, что это чистая провокация с целью снять ответственность с власти. Так вот, черная передача выступала в качестве секунданта от правых человек с фамилией Дворкович, но это вроде как не придворный Дворкович, а как будто его брат Дворкович. Так вот, брат придворного Дворковича запел ту же песню, что вроде как страна-то еще давно, 20 лет назад лишена суверенитета, мы без суверенитета, поэтому что уж там. И мне показалось тоже очень важно обратить внимание на то, что это ложь. Нет такого, что нас оккупировали когда-то, и поэтому сейчас никто не виноват. Ситуация совершенно другая. Не оккупированы когда-то, не нас оккупировал когда-то кто-то безымянный, и никто не отвечает и не виноват. Нет. Сегодня, здесь, сейчас, конкретные люди, ежедневно, ежечасно, предают наши с вами интересы, национальные интересы страны, и при этом хотят быть ненаказуемыми и безответственными. Не хотят за это отвечать. И для этого через своих провокаторов запускают вот эту вот сказочку о том, что это когда-то кто-то, и теперь вот мы как будто бы встаем с колен из-под оккупации выходим. Мне уже давно хотелось как-то на это ответить, но, что называется, искал повода. Вот повод случился, когда вот на моих глазах, понимаете, об этом заговорил никто-то, не имеющий отношения ни к чему, а надо понимать положение вот этого Дворковича придворного при нынешней власти. Это один из ключевых. Тогда что получается? Брат донес нам на брата? Один брат рассказал о том, что другой бронг-призлужник оккупантов? Или этот брат нам донес, что вот мы настоящие национально-ориентированные силы, и мы как будто выступаем против неведомой оккупации, такой безответственной оккупации, что никто не виноват, а вот если мы соберемся и сплотимся вокруг в кавыч национального лидера, то мы, может быть, из оккупации вырвемся. Значит, это ложь, которая, к сожалению, находит какой-то отклик. Я смотрю вот на всяких интернет-сайтсах, то ли специально застанных людей, то ли действительно доверчивых, оказывается, довольно много они говорят, а что же делать? Да, действительно, вот царь делает, что может. Вот, еще раз, вот я в этой передаче привел пример, и мог бы напомнить его здесь. Мы с вами долго искали реальных выгодоприобретателей от присоединения страны к ВТО. Что присоединение страны к ВТО, это даже безносительно выгод плюсов-минусов, это безусловная сдача суверенитета страны, отказ России от свободы рук в тех вопросах, которые Конституции отведены к ведению Российской Федерации, то есть это мы, страна, наша власть, следующая власть, через одну власть имеют право по Конституции свободно регулировать эти отношения. Так вот, эту часть суверенитета мы просто сдали некой международной организации, в которой и русского языка даже нет, как официального. Это безусловная сдача суверенитета. Ну, а ну как хорошо, а ну как в рабстве нам будет лучше. Так вот, один первый выгодоприобретатель нашелся. Сейчас пошла информация, и каждый может заметить, пошел резкий рост цены на зерно, на пшеницу, пошел резкий рост цены на муку, пошел рост цены на хлеб, пошел рост цены на корма для животноводства. Это значит, будет либо дорожать мясо, либо наше мясо будет замещаться импортно, будет уничтожаться наше животноводство. Вот оно, пошло крушение нормального, цивилизованного, подчеркиваю, цивилизованного рынка в части элементарного жизнеобеспечения страны. Как это связано с этим? Очень просто. Всего год назад у российской власти была возможность приостановить раздувание спекулятивного пузыря, наложив временный мораторий на экспорт зерна. Как только вы накладываете мораторий на экспорт зерна, спекулянты понимают, что спекуляться не удастся, им не удастся скупить, придержать, поднять цены и потом продать. Нет, все. У российской власти этого важнейшего инструмента, содействия, содействия доходам, прибыли, нормальному развитию реального сектора экономики и пресечения, ограничения, удушения спекулятивного сектора в этой сфере, все, этого инструмента нет. Мы его лишились и соответственно вот первые выгоды приобретатели от присоединения к ВТО это вот эти спекулянты зерном. И мы с вами уже начали чувствовать последствия этого. Так что, страна оккупирована когда-то и за это никто не отвечает? Или сегодня, сейчас и здесь конкретные люди одной рукой голосуют за присоединение России к ВТО, одной рукой втягивают Россию к ВТО, а другой рукой расскажут нам сказки о том, что это когда-то нас оккупировали, а теперь мы типа, мол, делаем все, что можем. И еще одна важная тема в связи с этим. Просто, чтобы нам понимать, ради чего как-то притуманивается, затуманивается наше сознание. Вот прошла информация о том, параллельно с борьбой коррупцией, параллельно с вставанием колен, параллельно с тем, что вроде как национальные приоритеты теперь реиндустриализации и прочее будет вот новые перспективные участки на шельфе, целых два участка, переданы компании Роснефть. Здорово. Почему без конкурса? Так это же государственная компания. Значит, государственная компания Роснефть без конкурса передана дополнительно два участка на шельфе, перспективные участки. А долго ли компания Роснефть будет государственной? Посмотрите программу приватизации. В ближайшее же время компания Роснефть планируется к полной приватизации. Государственного пакета там не будет. То есть, с одной стороны шум, крик, гам, желваки, борьба с коррупцией, а с другой стороны, под прикрытием этого ключевое, самое перспективное месторождение на шельфе передаются кому? Компания Роснефти сегодня частично государственная, а уже с весомой долей британской BP. Дальше мы знаем, кто консультант этой приватизации, соответственно, можем предполагать, кто окажутся покупателями в ходе этой приватизации. И здесь есть такой интересный момент. Вот на том же Совете по внешней оборонной политике, в котором я принял участие, где выступал министр странных дел, которым я задавал вопрос, по нашим в Ливии, так, к сожалению, пока там и без перспективы находящимся. Тематика была сила денег, сила оружия, сил образов и идей. Вот в рамках первой тематики сила денег было три доклада. Два таких, с моей точки зрения сугубо если сказать вульгарно-либеральных, один из них был Дубиина, бывшего представителя Центробанка, а один советника президента Сергея Глазева, но советник, которому, похоже, президент не сильно прислушивается, такое у меня ощущение, потому что доклад Глазева был единственный, в котором внятно говорилось о том, что происходит в мире с точки зрения денег. А я позже выступал, я даже специально обратил внимание, уважаемые коллеги, у меня такое ощущение, что мы участвуем в заседании Совета по внешне оборонной политике Российской Федерации, а некого Совета по всеобщему миру, дружбе, сотрудничеству и так далее. Потому что если это Совет по внешне оборонной политике России, то и к вопросу о деньгах мы должны относиться как к вопросу о политике России по защите наших интересов в рамках конкуренции, противодействия, противостояния с другими силами, государствами и так далее. Так вот, об этом говорил практически Голландий. Он говорил в терминологии войны печатных станков. Я напомню цифры, которые я и многие здесь уже приводили. Вы вдумайтесь, у нас предстоит глобальная приватизация, денежная. Ее объявляют как типа честная приватизация. Честная в рамках мировоззрения наших правителей сегодняшних это кто больше заплатит в валюте тот и получит. Вот свяжите честная в кавычках приватизация кто больше заплатит тот и получит с одной стороны и война печатных станков которую никто не отрицает с другой стороны или честная будущая приватизация с одной стороны и с другой стороны Евроцентробанк буквально за несколько дней этим летом напечатал денег просто произвольным решением решение такое приняли больше чем Россия выручила за 10 лет за весь свой экспорт энергоресурсов на запад я недавно читал лекцию в одной организации для взрослых уже людей там были главные инженеры и предприниматели и так далее в институте экономических стратегий и там возник такая интересная дискуссия один из учащихся ну а что в конце концов да мы сами купим мы накупим денег и купим у него взрослого человека где-то к 40 годам наверное у него есть полная иллюзия что можно не вы лично не вы лично не я лично не наш слушатель конкретный а страна может накопить денег и перебить деньги американские европейские или еще какие-то в глобальной конкурентной борьбе вот это абсолютно иллюзия вот есть такой экономист но он даже не остепененный но практика а тырба и он разрабатывает концепцию в которой введен очень точный категориальный аппарат а именно деньги делятся на заработанные и созданные так вот в борьбе между деньгами заработанными и созданными напечатанными всегда побеждают деньги напечатанные вы не можете никаким честным зарабатыванием хоть на нефть хоть на чем угодно еще перебить печатный станок чем больше вы зарабатываете тем больше вы дадите им возможность еще напечатать вот соотнесите это будущее честное в кавычках приватизация наших ключевых стратегических активов и вот такие возможности их печатного станка что мы получим в результате мы получим в следующей ситуации все ключевые стратегические активы наши им а нам горка фантиков которые в любой момент они могут ценность которых как минимум половинить а могут и обнулить и дальше выясняется посмотрите кто интересуется в интернете золотовалютные запасы Россия такой гигант там на третьем месте в мире а посмотрите золотые запасы и выясняется что Россия где-то очень далеко Россия самая последняя уже сколь сколь выросли мировые цены на золото и два и три года я вот читал лекции еще в 2008 году говорил что очевидная тенденция в условиях глобального разрушения мировых рынков в условиях когда столько напечатано лишних денег понятно что золото остается единственным товаром который безусловно будет идти вверх это не золото будет расти а деньги будут обесцениваться я как будто такой умный а они наши власти вот у них как отношение к этим боксам что не надо детей изолировать от болезней вот на таком же уровне у них отношение к нашей экономической финансовой политики они до сих пор не понимают что надо золотовалютные запасы даже если их иметь держать не в долларах не в евро не в франках не в иенах а в золоте они этого до сих пор не понимают или понимают но предают нас каждый день и каждый час каждую минуту когда продолжают держать львиную долю наших золотовалютных запасов в долларах евро франках и так далее они в золоте правильный ответ найдите сами Значит, возвращаясь к этой ситуации Вот мне и там пришлось выступать по этой тематике По тематике силы денег Я специально обратил внимание там и хочу обратить внимание здесь Вот в чем сила денег? Деньги деньгам рознь Наши деньги, которые мы зарабатываем сейчас на продаже нефти Наши деньги, которые мы можем заработать чего угодно еще Они могут являться средством покупки необходимого нам какого-то товара Но они не являются силой Потому что сила это то, что соотносится с другой силой По сравнению с силой американского печатного станка По сравнению с силой европейского печатного станка Наши деньги ноль Не испытывайте, пожалуйста, никаких иллюзий В этой ситуации для меня совершенно однозначно Что так же, как попытка изменить нормы и правила строительства детских садиков Чтобы изъять оттуда боксы, потому что слишком накладно Это прямое, опосредованное убийство детей Которые неминуемо будут гибнуть от детских инфекций Потому что вовремя больного не изолировали Убийцы это не те, кто с ножиком ходит Убийцы это те, кто даже пропагандирует публично А затем, видимо, собираются принять решение вот такого рода Так вот, так же, как эти люди по существу выступают убийцами наших детей Точно так же, организуя масштабную приватизацию Которую они ежедневно, ежечасно сейчас готовятся Передача вот этих участков Роснефти Свидетельствует о том, что они готовятся к этому интенсивно Это убийство нашего государства Это лишение нашего с вами государства всех источников будущего развития Не понимать, что вы хотите отдать наше самое ключевое Под прикрытием честной, в кавычках, приватизации За бессмысленную, пустую, никчемную горку фантиков Которую вам никогда не позволят использовать на национальное развитие Не понимать это невозможно Это говорит о том, что еще и еще раз Не оккупация когда-то, где-то, 20 лет назад неизвестными силами А предательство здесь и сейчас ежедневно Это сплошной неприкрашающийся фарс Вот кто нами руководит? Нами руководят фарсостроители Фарсоустроители Одной рукой они интенсивно готовятся к будущей приватизации Сдать все наше оптом, нашим глобальным, историческим, конкурентам, если не противникам А с другой стороны, рассказывают нам сладкие сказки о том, как мы стоим с колен О том, как мы боремся с национальным возрождением О том, как мы выходим из оккупации Как мы, в конце концов, боремся с коррупцией К сожалению, ситуация такая К сожалению, пока мы видим один сплошной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok